Иначе мысль выразить нельзя, если ты не следуешь законам языка, то есть человеческого языка. Все, что в мире создано, все нам принадлежит, и мы на все можем ссылаться. Поэтому наоборот, если я ссылаюсь, не воспринимайте, что это как некий антимилицейский акт с моей стороны. В свое время, чтобы я вам пояснил, что такое человеческий язык, в свое время такой довольно большая язва публициста 19 века, был такой Варфоломей Зайцев, один из немногих русских эмигрантов. В 80-х годах он издавал в Женеве газету, я забыл, как она называется, и писал там очень злые памфлеты, публицист, он был действительно такой язва самая настоящая. У него есть один такой замечательный памфлет, который называется «О собачьем хвостике или о характере русской прессы, или о характере языка русской прессы». И там есть такой образ, который относится, конечно, к собачьему языку, в отличие от человеческого. Он говорит, что если записать каким-то сейсмографом виляние, ну, такое, как это называют, контур, сейсмографическая запись виляние хвостика собаки перед ее, перед своим хозяином, то полученная диаграмма будет абсолютно похожа на тот язык, которым пользуется русская пресса. В отличие от этого мы пытаемся говорить на человеческом языке, просто потому что так построена культура. Законы культуры таковы. И поскольку они таковы, то это не значит, что цветок культуры растет для того, чтобы кого-нибудь обрадовать или кого-нибудь огорчить. Он растет по своим законам. Следовательно, я повторяю, не делайте отсюда вывод, что я нарушаю или имею какой-то специальный умысел нарушать правила уличного движения или общественного порядка, или показывать кукиш в кармане. Я это тоже говорю, те примеры, которые я привожу, делаю, просто делаю, потому что подчиняюсь законам говорения, то есть законам того, как строится культура. И здесь есть еще один важный очень момент в связи с просто нам нужно, как раз на этот момент, настроиться. Дело в том, что когда мы говорим о что-нибудь внейшем, скажем, я сказал собачий язык, например, имея в виду русскую прессу 19 и 20 века. Опять же, это вы должны понять в стиле, то есть это элементы фигуры. А чтобы увидеть элементы фигуры, то есть несколько не как просто хорошие или вредные, а как элементы фигуры нужно заглянуть в себя. Вот как строится человеческая речь. Ибо мы вечны. А это значит, что если мы не заглядываем в себя, то вечно будет всякое уродство и всякая дрянь. Потому что она материи наших чувств поддерживает, из нас вырастает. И она будет сменяться. Сегодня будет одно безобразие, а завтра другое безобразие. Поэтому само по себе безобразие не имеет значения. Если мы нас на нем зациклить, и мы в себя не заглянем, то будут другие безобразия. Они сами по себе поэтому не интересны. Нечего ругаться и обвинять других. Нужно в себя заглянуть. Это опять же нужно сделать следуя законам языка, на котором строится любой культурный акт. То есть любой акт внутри культуры. Это означает также и то, и сейчас одна... То, что я сейчас скажу, это будет важная кустовская тема. Для этого, как я говорил вам в прошлый раз, нужно какое-то мужество. Я имею в виду опять мужество не перед милицией. Не бояться милиции. Есть вещи пострашнее милиции. Потому что сегодня милиция, завтра полиция, а после завтра она еще как-то иначе будет называться. Я сказал, что все это будет воспроизводиться, повторяться, и само по себе это неинтересно. А в себе. Нам ведь самим страшно увидеть правду. И Крус говорил, я, говорит, не деталями занимаюсь, я занимаюсь радиографией. Или это, извините, я галицизму допустил в русской речи. По-русски я должен был бы сказать, рентгеноскопией занимаюсь. Например, я вижу гладкий, бархатный женский живот. Но если я знаю, что эта женщина больна раком, и этот живот скрывает, вот гладкой своей поверхностью скрывает раковую опухоль, я ничего не могу поделать. Я вижу раковую опухоль. В этом смысле у меня бывает рентгеноскопия. А это довольно такое сложное занятие. Я, условно, назову это философией жестокости. То есть, просто есть, как у всякого человека, прожившего интенсивную духовную жизнь, есть философия. И эту философию можно назвать так. Философия жестокости, ну, примерно в таком же смысле, я приведу другой пример, который, может быть, вам будет более близок, поскольку он относится к театру. Хотя тоже, конечно, этот автор малоизвестен, и тем более спектакли никак его не ставились. Да и, по-моему, самим французам он тоже не особенно известен. Я имею в виду французского актера и режиссера, и теоретика театра Антона Анна Ахто, который так и называл свой театр театром жестокости. Вот по аналогии с этим вы можете понимать то, что я говорю, когда употребляю в словосочетание философия жестокости. Она, например, звучит, скажем, в фруссовском варианте, одном из самых безобидных, безобидных вариантов, потому что есть более обидные варианты. Так, например, говорит, так вот, где-то в одном из кусков, где он говорит о том, что мы должны за собственный страх и риск, из впечатлений извлечь истину, то есть извлечь фигуру, если переводить на тот язык, который я употреблял, то мы должны иметь для этого мужество. И, например, иметь смелость сказать вместо фразы, она очень мила, вместо этой фразы сказать себе, я получил удовольствие, целую ее. Чаще всего, именно так я просто и делал. Не она мила, а просто я получил удовольствие, поцеловал ее. Насколько часто мы можем себе это сказать? Значит, так вы сами мы используете. Пока. Пока. Продолжение следует...